В честь юбилея, тысячелетия древнерусского монашества была написана специальная икона, которая называется «Благословение Святой Афонской горы», где по сюжету, как вы видели, в центре Божьей Матери, которая именуется Афонская, и вокруг нее святые, которые имеют отношение и к Святой горе Афон, и к русскому монашеству. И как раз знаменательно, что эта икона освящена здесь, в монастыре Ксилургу, потому что даже в центре этой иконы монастырь. Это означает, что преподобный Антоний Кипячевский, согласно преданий, подвязался именно здесь. Именно здесь была церковь в честь успения Божьей Матери, и когда преподобный Антоний основал Кипячевский монастырь, он главный храм тоже осветил в честь успения Божьей Матери. Вот такая незримая связь между поколением, между веками, и между Афоном, и Киевской Руссией, и нашей современной Украиной. Очень многие наши соотечественники подвязаются здесь, на Афонской горе, и паломники, которые приходят сюда, молятся об Украине, молятся о своем отечестве и о нашем украинском народе. Для нас всех, конечно, сейчас время особенное, потому что, к сожалению, Украина сейчас переживает непростую страницу своей истории, и каждый верующий человек, конечно, молится, молится Богу, молится о Божьей Матери и Святом Угодникам, чтобы они умиротворили наши души и сохранили наше Отечество, дали нам возможность работать, трудиться для того, чтобы наше Отечество процветало. Есть возможность, конечно, сейчас очень многих посещать Афон, и это влагодатное время, но если нет такой возможности, конечно, нужно искать Афон в своем сердце. Вот тот мир духовный, ту умиротворенность и ту благодать в молитве, которая присутствует в вере каждого человека. Главное, чтобы человек над этим трудился.